Здравствуйте, меня зовут Елена Кузовкина и сегодня мы вновь поговорим о приемной кампании в учебные заведения, которая идет полным ходом. У нас в гостях Лариса Ивановна Нехведович, доктор искусствоведения, директор Института гуманитарных наук Алтайского государственного университета. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вначале расскажите, насколько активно абитуриенты ведут себя? Много ли уже заявлений подали? Приемная кампания в Алтайском государственном университете идет в самом разгаре и самые активные, самые талантливые и просто люди, которые считают для себя важным получить высшее классическое университетское образование, подают документы в Алтайский госуниверситет, во все институты и в том числе в Институт гуманитарных наук. Сегодня у нас подано более 5000 заявлений, но я хочу сказать, что у нас столько много бюджетных мест, что каждый из поступающих имеет реальный шанс занять бюджетное место и получить высшее образование в Институте гуманитарных наук. На бюджет у нас всего 1091 место. Места распределяются, соответственно, бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. В бакалавриате у нас 747 мест, в магистратуре у нас более 200 мест и 16 мест в аспирантуре. Ну, то есть студенты имеют право выбора, приоритетность. В своем заявлении они указывают несколько направлений подготовки и, соответственно, по результатам конкурса на разных направлениях разный проходной балл, он варьируется от 180 до 270 баллов. И, соответственно, абитуриент, если не проходит по основному конкурсу, по первому приоритету, у него есть большие шансы пройти по второму, по третьему приоритету. Какие основные направления? Ну, я понимаю, что нельзя акцентироваться на чем-то одном, потому что, мало ли, вдруг обидятся. Куда больше всего дети хотят поступить? Ну, мы сейчас живем в системе рейтингов и очень модно сейчас определять топ ведущих направлений, которые сегодня выбирают абитуриенты. И у нас есть топ-10 направлений подготовки, которые сегодня выбирает наш абитуриент Института гуманитарных наук. Ну, конечно, учитывая современную востребованность медийной отрасли, у нас лидирует по количеству заявлений, по количеству студентов с высокими баллами, это медиакоммуникации. Второе направление, которое востребовано, но которое лидировало в прошлом году по самому высокому баллу, это лингвистика. Следующее направление, которое пользуется популярностью, это клиническая психология. И на четвертом направлении, на месте у нас те направления, которые связаны с креативными индустриями, с дизайном и так далее. То есть, в принципе, все направления, которые реализуются в Институте гуманитарных наук, они попадают в топ-10 востребованных. Социология. В начале приемной кампании она активно лидировала по количеству поданных заявлений. Сегодня она возглавляет пятую строчку нашего рейтинга. Поэтому все, что связано с гуманитарным, социальным, педагогическим образованием, оно востребовано. Мы не раз говорили о том, что наше алтайское образование, оно привлекает и зарубежных студентов. Есть ли у вас вот такие абитуриенты уже сегодня? Есть. У нас Институт гуманитарных наук отличается тем, что у нас обучается более 800 студентов сегодня из 15 стран. На сегодняшний момент у нас подано более 180 заявлений на разные направления подготовки. И среди стран, которыми мы сотрудничаем, а мы сотрудничаем в рамках сетевых образовательных программ, конечно, лидируют Казахстан и абитуриенты из Китая. Они приезжают изучать русский язык как иностранный. На основе договора о сотрудничестве Алтайского государственного университета с другими странами Центральной Азии у нас впервые в этом году большой запрос изучать русский язык как иностранный из Туркменистана. И поэтому мы в магистратуру ожидаем более 20 абитуриентов, которые попытаются поступить на данную программу. Если говорить о студентах из соседних регионов, абитуриентов вернее, например, из Новосибирской области, знаю, что наше образование в такой большой город тоже востребовано. Вообще в Институте гуманитарных наук обучаются сегодня студенты из 27 регионов. Например, в рамках начала приемной кампании, удивительно, были поданы заявления, ну, правда, в магистратуру, даже из Санкт-Петербурга, из Москвы у нас есть абитуриенты. Но ближайшие регионы у нас также подают заявление. А в чем преимущество нашего образования? С одной стороны, гуманитарный блок, учитывая общие национальные установки, приоритеты в рамках федеральных образовательных стандартах, мы, как и все вузы, даем разностороннее гуманитарное образование. Но в то же время у нас есть свои концептуальные темы и фокусы, которые позволяют нам быть более привлекательны для студентов из других регионов. Более того, у нас есть направления, которые не реализуются в других вузах. У нас есть междисциплинарные программы, которые дают преимущество студенту для выхода потом на рынок труда и быть востребованным. Подробнее расскажите тогда вот об этих самых преимуществах, вот этих самых именно ваших фишках, которые привлекают абитуриентов. Ну, я хочу сказать, что Институт гуманитарных наук был создан в 2020 году. И это принципиально новый концепт для университетского образования, потому что было очень много вопросов, сомнений, зачем создавать такую большую мега-структуру, насколько она будет жизнеспособна. Я хочу сказать, что под руководством ректора Сергея Николаевича Бочарова мы создали такую рабочую группу. И совместно с экспертами высшей школы экономики разработали стратегию Института гуманитарных наук, где сделали ставку на трансграничные уникальные особенности нашего Алтая, на привлекательность нас с точки зрения образования, исследований, разработок не только студентов Алтайского края, сельских школ Алтайского края, но и для студентов других регионов и стран Центральной Азии. Поэтому все образовательные программы разработаны с учетом следующих составляющих. Первое. Фокус мы сделали на фундаментальность социально-гуманитарного и психолого-педагогического образования. Второе. Фокус мы сделали на возможности развиваться в коммуникации. Сейчас это называется public relations, да, media design. Третье. Фокус при создании Института – это ставка на креативно-дизайнерскую ветвь, которая дает возможность все-таки стать студентом-гуманитариями, творцами в своей профессиональной деятельности, мыслить креативно, критически. Это тоже важно. И третья важная, четвертая важная составляющая или, так скажем, фокус нашего развития – это цифровизация. Кстати, недавно проведено исследование Высшей школы экономики, где сказано, что в IT-отрасли для разработки образовательных продуктов и других реальных продуктов будут нужны не столько программисты, сколько гуманитарии, потому что они обладают теми самыми навыками, которыми сейчас называются soft skills. И именно вот этим навыками быть гибкими, адаптироваться, встраиваться в реальную текущую ситуацию и обучают наши преподаватели Института гуманитарных наук. Чтобы этому всему обучать, сами педагоги должны владеть и уметь. Насколько сильный педагогический состав? Вообще Алтайский государственный университет славится своей историей, своими традициями, своими научными школами. И в то же время наша образовательная программа построена таким образом, что не менее 20% учебного времени студенты посвящают практической работе, созданию реальных продуктов. И поэтому в учебном процессе реально у нас преподают ведущие специалисты из практики, из сферы IT-бизнеса, креативных индустрий, образования и психологии. Второй принципиально важный момент, и в чем отличается учебный план и образовательная подготовка, в том, что мы пошли по системе, которые предложили вузы, которые участвуют в программе «Приоритет 2030». Это индивидуальные образовательные траектории. У нас в структуре учебного плана есть обязательная часть, есть дополнительная. Модно сейчас это назвать «мейджер» и «мейнер». Мейджер изучает основной блок фундаментальных дисциплин. Мейнер — это дополнительная квалификация, которая позволяет студенту самостоятельно избрать те направления, которые ему интересны и в которых он попытается сам реализовать или получить дополнительные квалификации. Ну, например, медийщик пришел в свою сферу, он обучает блок своих профессиональных дисциплин, и он может в ходе обучения со второго-третьего курса выйти на дополнительные курсы, которые входят в учебный план и усилить свои навыки в иностранном языке, в психологии, в экономике и даже в философии. И очень важно, что в нашем университете образование построено на исследованиях и разработках. У нас два диссертационных советов. То есть студент может выбрать исследовательский трек, может выбрать практикоориентированный трек. Конечно, студенты бакалаврные не сразу могут определиться, что они готовы заниматься научной работой, но попытку заняться серьезной исследовательской работой, как эти процессы происходят, они тоже получают. Именно этот опыт, написать свой исследовательский проект, сделать полезный продукт в сфере социально-гуманитарного образования. Насколько реально трудоустройство уже во время учебы? Ну, возможно, не такое официальное, но уже потенциальное место для работы, потенциальные клиенты. Даете ли вы такую возможность? Может быть, ребята проходят практику уже во время учебы, такую полноценную, что их приглядывают, и потом они идут работать. Вы знаете, время меняется, и студент очень сильно изменился. И первый вопрос, который он задает, он задает именно такой вопрос. А кем я буду работать после того, как я закончу высшее образование? А сколько я буду зарабатывать? То есть если сравнить наше поколение, вот я пришла в профессию, и я увлеклась личностью профессора Тамары Михайловны Степанской. Я вновь повод сегодня вспомнить имя этого учителя. Если я шла на профессию, на личность, на те мировоззренческие установки и на то видение себя в этой профессии, то сейчас студенты несколько меняются. Они более прагматичны, и поэтому они стараются уже найти себя на рынке труда со второго, с третьего курса. Конечно, это происходит в рамках практикоориентированных занятий, то есть это практические научные стажировки у нас в рамках обычных учебных практик. Но мы в рамках программы «Приоритет 2030» открыли несколько лабораторий. У нас пять современных цифровых лабораторий, обращаю внимание, где проводятся различные метапы. Вот, например, прекрасный опыт демонстрирует лаборатория цифровые кочевники для наших дизайнеров, креативщиков. Лаборатория «Медиахаб», которая набирает свои силы. Я думаю, именно поэтому сегодня есть такая востребованность, они узнаваемы уже в пространстве, этот образовательный блок. Когда успешные практики, они не просто приходят делиться своим опытом, но и они уже приглашают наших студентов работать в своей компании. И, в принципе, у меня озабоченность от директора за качеством успеваемости, потому что на курсе на третьем-четвертом они уже, как правило, все работают. Но бывают разные обстоятельства, разные установки. Есть студенты, которые принципиально, и родители в этом их поддерживают, все свои силы посвящают обучению и получению, так скажем, всех уровней ступенек образования. Когда заканчивается приемная кампания в вашем институте, успеют ли все желающие? Заявление у нас прекращается до 25 июля. Это бакалавриат и заявление в магистратуру до 16 августа. Это бюджет. Поэтому вот здесь нужно сконцентрироваться, сделать правильный выбор, принести оригинал. Как бы обращаю ваше внимание, что в этом году значительно увеличилось количество бюджетных мест по сравнению с прошлым годом. Поэтому студенты, которые подали заявление, они обязательно найдут свое место и обязательно будут успешны. Тем более, что еще раз отмечаю, индивидуальная образовательная траектория, она дает возможность в рамках учебного процесса со второго-третьего курса безболезненного перехода в другую образовательную программу. То есть, если ты поступил на одно направление и в ходе обучения ты понимаешь, что ты сделал случайный выбор, бывает и такое, ну вот поступил на бюджет, лишь бы на бюджет. И начинаешь учиться, ведь первый курс идет общегуманитарное, но есть возможность на втором-третьем курсе пересмотреть и встроиться в другую образовательную линию, траекторию. В принципе, приемная комиссия заканчивает работу 30 августа, поэтому есть возможность поступления и на платные места. Хочу обратить внимание, что у абитуриентов широкие возможности подачи документа. Четыре способа существуют. Это госуслуги, сайт университета, отправить документы по почте. Ну а лучше всего прийти к нам в приемную комиссию, проспект Ленина, 61. И я готова сама встретиться, обсудить и ответить на все волнующие вопросы. Спасибо за эту полезную и очень актуальную беседу. Спасибо вам. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была Лариса Ивановна Нехведович, доктор искусствоведения, директор Института гуманитарных наук Алтайского государственного университета.